Знаете, я хотел назвать сегодня свою проповедь, церковь, ее будущность, наше влияние на нее. Вот сейчас вы все видели, вот это влияние на будущность нашей церкви. Все видели, да? Это будущность нашей церкви. Если этого не будет, будущности не будет. Нет. Однажды, 48 лет тому назад, когда мы с Людмилой Петровной поженились, а у нас был один гимн, мы пели ее вдвоем, мы пели дуэтом «О святая и живая, книга Божия, люблю, люблю тебя, ты дороже с каждым днем и ведешь прямым путем». К чудной родине, где ждет Господь меня. Когда-то это был девиз, как бы сказать, мы всегда пели на свадьбах этот гимн с ней, вот. И этот гимн очень дорог, кстати, нам. Вот я как раз думал про него вчера, и сегодня наша церковь его спела перед началом собрания. И действительно, вот это Слово Божие, которое мы читаем, оно прямой дорогой ведет не только меня, а каждого человека к вечности. Только одна есть дорога в вечность с Господом. Это дорога, записанная вот здесь. И я бы хотел сегодня вновь прочитать это место Священного Писания. Я уже однажды проповедовал на эту тему, но вот почему-то Дух Божий меня касался, и вот я все время думал об этом. Вот. И я хотел вновь прочитать эту историю, которая записана в книге «Бытие», 24 глава. Ну, давайте мы вставшим. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь. И которая скажет, пей я, и верблюдам твоим дам пить. Вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему знаю я, что ты творишь милость с господином моим. Еще не перестал он говорить, как вот вышла Ревека, которая родилась от Бафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова. И кувшин ее на плече ее, девица была прекрасна видом, дева, которую не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И побежал раб навстречу ей и сказал, дай мне испить немного воды из кувшина твоего. Она сказала, пей, господин мой. И тотчас отпустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда она напоила его, сказала, я стану черпать для верблюдов твоих, пока они напьются. И тотчас вылила воду из кувшина своего и впоила, и побежала опять к колодезу, почерпнул воды и начерпала для всех верблюдов. Человек тот смотрел на нее с изумлением, в молчании желая разуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом полсикля и два запястья на руки ее весом в десять сиклей золота. И сказал, чья ты, дочь, скажи мне, есть ли в доме отца твоего место для ночлега? Она сказала ему, я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила на хору. И еще сказала ему, у нас много соломы и корму, и есть место для ночлега. Садитесь, братья и сестры. Знаете, в прошлый раз я немножко так касался этого, и мы говорили о том, что какой вот характер трудолюбивый, нежный Ревека имела. И я вот так думал, размышлял и думал, интересно, а вот если бы вот этот раб пришел и сказал, Господи, вот та девушка, которая выйдет в красном платье и в зеленых сандалях, вот та и есть. Вы никогда не размышляли, почему раб сделал вот именно такое, такое вот Господу предложение? Никогда не думали, почему именно вот именно такое он сказал? И девица, которая скажу, наклоняй кувшин твой, а напьюсь, и которая скажет, пей, и я и верблюдам твоим дам питье, вот та, которая назначила рабу твоему Исааку. Почему так? Да потому что в этом заключается вся суть человеческого сердца. Доброе, нежное сердце, оно так скажет. Раб думал, моему хозяину Исааку нужна та жена, которая имеет очень хорошее сердце, доброе сердце. Ту жену, которая трудолюбивая жена. Которая больше сделает, чем я попросил. И вышла Ревека, и говорит, да, пожалуйста, пей, господин. И я еще и твоим верблюдам накормлю, напою их. Представляете, какое сердце должна иметь эта девушка. Ну, сегодня я хотел бы поговорить о другом. Вот мы с вами прочитали вот это место. И хочу остановиться на двух стихах. И еще сказала ему, у нас много соломы и корму, и есть место для ночлега. И преклонился человек тот, и преклонился Господу. Братья честные, что мы здесь вот missing, что мы здесь не видим вот в этих стихах? И что мы видим? Вот смотрите, молодая девушка пришла к колодцу, напоила человека. Он ее спрашивает, «Есть ли у вас место для ночлега?» Она говорит ему, да, у нас есть. У нас есть место и много соломы и корму, есть и место для ночлега. Есть. Знаете, мы вот здесь не видим ее родителей. Знаете, сегодня такая пошла тенденция в христианских кругах, что родители перестали учить детей ответственности. Если вы спросите молодого человека или молодую девушку, есть ли у вас место, он скажет, ну, я не знаю, надо маме позвонить или папе. Они скажут, есть или нет. Мы не видим, тут родители. Мы видим характер девушки, которая знает все, что у них творится в семье. Она говорит, да, есть. Все у нас есть. Если мы будем дальше читать, она пошла домой и рассказывает своей матери, что случилось с ней. И дальше мы видим, Лаван услышал это. Его не посылала ни мать, его не посылал ни вофуил отец его. Лаван услышал это и побежал к колодцу. Мы можем прочитать. И сказал, войди, благословенный Господом, зачем ты стоишь в ней? И приготовил, я приготовил дом и место для верблюдов. И вошел тот человек, и Лаван расседлал верблюдов, и дал соломы, и корбу верблюдам, и воды умыть ноги ему, и людям, которые были с ним. Продолжение следует. Вы видите тут родителей? Вы видите тут мать или отца? Я не вижу пока. Я ничего не вижу. Я вижу молодых людей, которые обучены делать вот это. Мы это потеряли сегодня. Да, мы дальше видим и отца Вафуила, который сделал свое решение, который сказал, что я могу сделать, если Господь послал сюда человека этого. Ну, давайте спросим у Ревекки, согласна ли она идти или нет? Она говорит, да, я согласна. Братя и сестры, вот я в этой всей ситуации я вижу взрослых mature people. Что Лавана, что его сестру, Ревекку. Это выросшие люди, которые готовы к браку. Они могут делать решения, они знают, как делать хозяйство. Знаете, некоторые люди сейчас говорят, а вы знаете, а вот дальше, когда мы читаем, и вот тут написано, что вот знаете, вот они уехали и отпустили Ревекку свою и кормилицу ее. А, у нее была служанка, да, у нее служанка была. Вот так ей было. Знаете, я вам скажу, что те люди, которые так думают, вот у меня есть дома два петушка. И я хочу кому-то их отдать, чтобы их зарезали и обед приготовили. Я вот уже месяц жду человека, который их заберет. И знаете, почему не забирают? Потому что их надо зарубить, потому что их надо ощипать, потому что их надо приготовить. Не легче ли пойти в маркет-баскет, подойти к отделу, взять, принести домой, положить в холодильник. Ну, а потом, когда выгодно будет, вот подойти, кнопочку нажать на эту комфорку, она загорится сама, и ее сварить или жарить, там температуру поставить. Но этого не было у Ревекки. Газпром забыл там трубы поставить. Газовые. Эн Эверсорс забыл провода провести на электрическую печку. инфинити не подвели интернет, чтобы она могла на Амазоне все это купить. Это очень сложно было. И чтобы приготовить пищу, надо было ходить и собирать дрова эти, чтобы приготовить эту пищу. жизнь была не такая. Люди были научены, и чтобы выйти замуж, девица это все знала. сейчас такая тенденция в церкви пошла готовить принцесс и принцев. И когда эти принцы и принцессы женятся или выходят замуж, потом пастыря болеют ишемической болезнью. Вы можете быть не согласны со мной, но это так. Знаете, я... Ну, как бы, может быть... Может быть, вы думаете, что... Ну, откуда ты знаешь? Знаете, мне уже... Я уже перешел за 70 лет. Бог сказал, и жизнь человека 70 при большей крепости, 80 лет. Вы меня можете уже называть старцем. Мне уже 70 лет. Я много повидал в своей жизни. Я много видел радости и горя в жизни. И меня очень радует, когда выходит семья, вот так и поют. Это значит, что у них в семье мир. И что они не просто мир, а что они учат своих детей прославлять Бога. Знаете, я не знаю, много людей знает или здесь. был такой человек Надежда Константиновна Крупская. Может быть, кто-то знает ее. Это была жена великого вождя Владимира Ильича Ленина, который жил беспутной жизнью и умер от болезни с проваленным носом. Не буду говорить, какой. Так вот, эта женщина, она никогда не имела детей, но она написала 11 томов по воспитанию детей. Вы скажете, ну да, такие люди, марксисты, ленинисты. Иисус Христос сказал, если слепой поведет слепого, то оба упадут в яму. О чем ты нам рассказываешь здесь? Дело в том, что я не говорю вам, чтобы вы читали эти 11 томов по воспитанию детей. Но принцип каждого тома, как надо воспитывать детей. И они точно соответствуют так, как учат Слово Божие. Точно так учат, как учат Слово Божие. Что там дальше она писала? Конечно. Эти книги много раз переиздавались, и последний раз, значит, она жила в начале того столетия, а книги переиздаются в 2007 году, последний раз переиздание было. О воспитании детей. Знаете, почему? Потому что это важно. Потому что каждая страна, она хочет воспитать детей, которые были бы продолжатели в этой стране. Скажите, а нам не нужно, чтобы у нас в церкви были продолжатели? Недавно мы потеряли нашего брата Севу. Мы очень сожалеем. Нам он очень нужен. Мы дорожим братом Виктором, который очень заботится о нашей церкви. И в нашей церкви есть много разных трудов. Знаете, недавно Новый год был, и мы считали, сколько у нас есть служений в церкви. Церковь не может быть только из одного пастыря, который пришел, помолился, прочитал, закончил, и все. Это не церковь. Церковь – это тело, главой которой является сам Иисус Христос. И каждый орган этого тела вырабатывает определенные функции. Если глаз не видит, мы говорим слепой или косой. Одного глаза нет. А если ливер не работает, там не видно. Только человек умирает, потому что у него сахар поднялся до четырех сот. А так все нормально. Так вот, церковь – это такой же организм. Живой. Мы с вами пели сегодня песню. О, святая и живая. святая и живая книга Божия, по которой мы живем. А так ли это или не так? Знаете, везде выходят перекосы. Я вот хотел, написал некоторые названия, которые вот в этих одиннадцати томов, которые Надежда Константиновна написала. что у нас в стране должна быть педагогическая наука. Педагогическая наука. Знаете, я сегодня утром встал, открыл, вот у нас есть такой молитвенный сайт алматинцев, и там была проповедь новая поставили, последнюю проповедь поставили о воспитании детей. И там этот брат, который говорил эту проповедь, я был просто в шоке, я думаю, я готовился на эту тему. И вот этот брат, он говорит, что минониты, когда приехали в Россию, они первым делом, знаете, что построили? Они построили. Первым строительством, которое они сделали в своем поселке, это была школа для детей, чтобы научить их читать Слово Божье. И в этой школе они проводили собрания, а потом они построили церковь, а потом они построили каждый себе дом, чтобы была педагогическая наука воспитывать наших детей. А нам в церкви этого не надо? Братья, сестры, скажите, нам не надо это? Нам это очень надо. А второй том, это обучение и воспитание в семье. Скажите, братья, сестры, вот эта большевичка неверующая, она знала, что детей надо обучать в семье и воспитывать. И создала целый том об этом, как воспитывать детей в семье. Скажите, а это нам не подходит? Так Библию не учат. А почему тогда она говорит, каждый мужчина и весь мужской пол в семье должен прийти один раз в год в храм Божий, чтобы все мужчины пришли, и маленькие, и большие? Все пришли. Для чего? А для того, чтобы показать, что вот папа, он ходит, и я должен ходить. А если папа не пойдет, скажет, сынок, ты иди, я в прошлый раз не пошел, но ты этот раз иди, он не пойдет. Знаете, я один раз был, мы с женой были в Ереване, в Ереване, и там есть такой обелиск, стоит большой обелиск, и там было, в этом обелиске был, играла музыка такая траурная, постоянно день и ночь играет, и свет горит. Это память жертвам армян, которых турки вырезали тысячи за одну ночь. А значит, для чего они это сделали? Чтобы их дети никогда не забыли это. И Бог говорит, вот у вас будет дни кущей, вы каждый должен выйти из своего дома, построить палатку и в ней жить. А для чего? И если спросят сын тебя, что это такое? Скажите, вот это ночью этой, Господь вывел нас чудно из Египта. И мы жили в палатках. И вот теперь мы это делаем, чтобы вы не забыли, чтобы вы своим сыновьям это рассказали. Что это было? Скажите, это не обучение? Обучение. Это обучение в семье. И третий том это трудовое воспитание. Знаете, сегодня я говорю уже готовят, ну смотришь, готовят принцев и принцесс. И когда эти принцы и принцессы начинают жить, у пастора ишемическая болезнь начинается. Потому что почему? Да потому что родители не научили их ничему. Они, может, научили их что-то делать, в церковь ходить, где-то на общение какие-то. Но трудовое воспитание это было упущено. Сори, меня это так волнует сильно. А это должно быть. Вы должны своих детей учить труду. Знаете, я был во многих семьях. В одну семью прихожу, и там в кухне висит такой плакат. И там написано Петя убирает со стола, Маша подметает пол, и Глаша посуду всю ложит в стиральную машину стирать посуду, посудомойку. И папа приходит вечером и смотрит. А на полу мусор. Он поглядел и говорит, так, чья очередь, кто не сделал свою работу? И дети знают, и этот список постоянно меняется. Мама постоянно его меняет. меняет. Знаете, для чего это? Это не объезд детей. Это приучение детей к труду. Не мама должна все делать это. Дети должны помогать. Я, знаете, вот тут сижу впереди, смотрю всегда, вот тут Петенька сидит, Шалыгин. и его старшие сестры его воспитывают, нянчатся с ним. А папа с мамой сзади сидят, а сестры воспитывают его. Я смотрю, как они его делают. Почему? Потому что старшие дети, они должны учить младших детей. А старших детей надо научить, чтобы они это делали. хорошо, когда мы учим их. Знаете, для жизни не надо, для семейной хорошей, счастливой жизни не надо мастер-дегри. Да, когда мастер-дегри может быть легче жить. Финансово может быть легче. Финансово легче. Но знаете, я вам скажу одну вещь. Вот смотрите, апостол Павел. Апостол Павел перестал перед Феликсом. Фестом, вернее, Фестом. И рассказал ему о Боге. А то, как Иисус Христос пришел, как Иисус Христос пострадал. И знаете, что Фест сказал ему? Павел, большая ученость доводит тебя до сумасшествия. А перед этим мы видим, что Павел остановился у Акилы и Прискилы, по причине того, что у них было одинаковое дело. Они были делателем палаток. Вот такой ученый человек, который имел по тем временам, учился у ног Гамалиила, это высшее, высшее, высшее образование, а он ночами сидел и делал палатки. Он не бездельник был, он делал палатки. и проповедник, который проповедует вот тут за кафедрой, он не только должен Слово Божие знать и вот тут вам читать, он должен все уметь, он должен быть душепопечителем, он должен уметь как гвоздь в забор забить, он должен уметь, знаете, мы когда приехали в Америку, в Америку и ну, пошли и стали в американскую церковь ходить, и вот мы однажды просто зашли в церковь в нашу и смотрим в этой церкви пастор и пасторша, они убирают церковь, у нас церковь была маленькая там в Веносках, в Вермонте, и пастор пылесосит, вот мусор выносит, все делает это, он все умеет делать, он все умеет делать, но каждому может дать совет, посоветовать, как поступать в той или иной ситуации, он не только Слово Божие читает, трудовое воспитание, четвертый том, внешкольная работа с детьми, это когда дети вне школы, а с ними работают, потому что очень важно, очень важно учить детей, когда они везде, Слово Божие говорит, когда ты идешь, когда ты встаешь, когда ты идешь с сыном твоим, что делай? Говори ему, говори ему, напоминай ему, вопросы семейного воспитания, почему мы так делаем? Почему мы в семье так делаем? Почему вот мы стараемся не опаздывать в воскресенье на собрание? Надо это детям объяснять, чтобы они это знали? Будут они это делать или не будут? Но когда родители это объяснят, они знают, как правильно. Притча Соломона говорит, наставь юноше в начале пути, и он не отклонится, когда и состарится. Он будет знать, что он делает правильно или неправильно. Основы политического просвещения, политические работы. Знаете, я один раз приехал в Миннеаполис и с одним братом в церкви разговариваю и говорю, слушай, а что вы это голосуете за демократов? У вас все машины демократами облеплены, они же за геев, за гомосексуальность, за все вот это. А он говорит, так вы знаете, они больше платят, говорит, когда демократ говорит, у власти мы больше получаем. Правда? родители должны научить своих детей. Где мы живем в мире? Что там говорят в школе, что там говорят в колледже? Родители должны учить своих детей этому. Чтоб дети были твердые, основание у них было. седьмой том говорит, книги, избы, читальни, клубы и музеи. Я уже говорил про музеи. Мы должны говорить детям, почему это так? Почему мы так делаем? Почему мы вечерю каждую принимаем каждый месяц? почему другие не делают, а мы делаем? Почему? Да потому что Христос заповедовал, и дети должны это знать на все эти ответы. Дети должны знать, мы их должны учить этому. Восьмой том говорит, школы для взрослых и самообразование. Действительно. Скажите, что это не библейское наше самообразование. написано, научайся в ней день и ночь. А если мы не научаемся, чему мы можем научить, братья и сестры? Какая будущность в церкви, если мы сами не читаем и дети не знают, что... Где-то была там, где-то Библия, не знаю, где-то лежит там. У меня на работе Библия есть, и какие-то вопросы, если появляются, люди, некоторые приходят и говорят, а вот это, это... Я им говорю, знаете, я вот что скажу вам, это никакого значения не имеет. Абсолютно никакого значения не имеет. Кто я такой? Вот что Библия говорит, вот это Библия, у меня на работе Библия есть, вот я открываю и говорю, вот смотрите, что она говорит. Ну и сами думайте. А если я знать не знаю, где что написано, книги, не знаю, не выучил до сих пор по порядку, если мне на деянии апостолов, а я где-то вначале вот тут копаюсь, где же это деяние, а потом пойду сюда, а, вот где. Люди смотрят, скажут, ты о чем? Знаете, я пришел в одну семью, вся семья работает, стройкой занимается, и я подхожу к сестре и говорю, слушай, вы сегодня вся семья работает. Она говорит, да, говорит, вы знаете, говорит, как, говорит, помогает, говорит, в дружбе всей семье. Это, говорит, дом, это, говорит, нашей семьи дом. а в одну семью прихожу, там, там, говорит, вывалила вот такую кучу белья на стол такой маленький, и говорит, сейчас у нас будет пари, фолдинг пари, и знаете, что случилось? Пришли все дети, и все из этого стола забирают свою одежду, складывают ее сюда, и когда пачечка получилась хорошая, они берут ее, относят в свою комнату и ложат ее в свой ящик. Это такой фолдинг пари. И мама не говорит, там где-то иди, там возьми, там это руб. Они знают, что у каждого это есть, и они сами сложили и положили туда фолдинг пари. Братья и сестры, если мы не научим наших детей этому, кто их научит? Как они будут своих детей учить? Сестра это говорит, она, говорит, помогает нам дружить, уважать, говорит, и дает ответственность нашим детям, что это наша семья, наш дом, принадлежит нашей семье, и мы должны тут работать. Ну, конечно, все делают по мере возраста, понятно это. Знаете, я думаю, что вот пусть этот пример Ревекки и ее брата Лавана, они всегда будут у нас в памяти. Так ли мы своих детей научили? Могут ли наши дети сами делать вот эти важные решения? Смотрите, и он, раб говорит, и ныне, скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне это, и я обращусь направо или налево? И отвечал Лаван, и Вафуил, и сказали, от Господа пришло это дело, мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. И дальше 58 стихи призвали Ревеку и сказали, пойдешь с этим человеком? Она сказала, пойду. Она сделала решение. Она была готова к этому решению. Она все умела. И она маму не позвала, чтобы она приходила к ней в шатер и помогала ей. Она была готова к замужеству. И Лаван был готов к замужеству. Потому что он был хозяин в доме отца. Он делал все, что нужно. Братья и сестры, так ли наши дети делают или нет? Кого мы воспитываем? Какая будущность нашей церкви? Давайте подумаем и так будем поступать. Так, я прочитал вот эти вот все 8 пунктов, там 11, я не стал их читать, потому что они, ну как бы сказать, такие, не очень хорошие для нас, можно их не исполнять. Но вот эти пункты нам надо исполнять. Это учит Слово Божие, чтобы мы так учили наших детей. Чтобы наши дети были после нас в церкви нашей. Все, и руки, и ноги, и глаза, и сердце, и головы, чтобы они могли продолжать служение в церкви, если Господь позволит там дальше жить. Пусть имя его будет благословенно, а нам пусть это будет в урок, чтобы мы знали, как поступать в нашей жизни и учить наших детей. Амин. Амин. Давайте помолимся.